Ранее в Арк Я как будто бы кентавр, только со скорпионами ногами В этой серии Оу, блин! Сэм, хай! С вами Юджина и сегодня у нас последняя серия второго сезона Арк Сувайвл Эволвт Последняя серия, последнее видео в этом году, по сути Не буду долго тянуть, скажу лишь, что огромное количество материала было обработано в ходе монтажа этого выпуска Я очень старался, сразу поставьте лайк, если вам не жалко И приступаем, ну, приступаем к просмотру, короче, наслаждайтесь Прежде чем вы вынести решение о закрытии наших раскопок, я вынужден признать Эта история... выдумка Что? Вы действительно решили наконец признаться? Да, других вариантов тут быть просто не может, так как все это не поддается никакой логике Слава богу, у него заработала логика Значит, вы признаете, что ваши находки, повествующие истории о том, как некий воин повердрыщивый лес из кустов Приручил Трайка, Дрю, переместился на новый сервер и после неудачных попыток поселиться в пещере, а потом и под водопадом Мигрировал в новые земли, где построил большой полукаменный дом, в котором жил с некой лемуру, джентльменом, бобром, кастеринозом и другими динозаврами И терпел нападки зловещего племени теневые лорды Выдумка Да, вот эта вот вся часть полнейший бред Какая? Про теневых лордов, конечно же Что? А все остальное? Вся остальная история реконструирована путем тщательнейшего анализа найденных нами улик и может считаться достоверной Мой коллега Остап подтвердит Мое имя не Остап, меня зовут Ведь как только я попытаюсь назвать свое имя, вы меня тут же перебьете, да? Нет, я жду, пока вы назовете свое имя Правда? Конечно Ладно, хорошо, меня зовут Черт, вы так часто называете меня не тем именем, что я сам забыл свое имя Неужели? Да, как вспомню, сразу же вам скажу А, точно, меня зовут Дело вот в чем Я склонен полагать, что кто-то пытается саботировать наши раскопки Вот как Для этого он и выдумывает эти бредни про теневых лордов О ком конкретно идет речь? Да, о ком Я пока не знаю, кто он Но я знаю, что он есть И я знаю, что он ненавидит нас всей душой Не понимаю, за что Видимо, его раздражает тот факт, что мы наткнулись на самую величайшую историю века И он хочет обесценить ее, выдумывая всякий полоумный бред Ну, с другой стороны, может быть он хочет показать, что вся эта история полоумный бред Бред Пит Следите за моей логикой, коллега Вы уследили за ней? За кем? За моей логикой Куда она пошла? Вот видите, видите? Пожалуйста, в ваших силах это прекратить Я думаю, мой коллега прав А я лев Но то, по какую сторону от вас мы стоим, не имеет никакого значения Я лишь прошу вас дать мне шанс опровергнуть выдумки отеневых лордах И доказать состоятельность истории о пауэрдрыще Или вы можете поставить нужную печать на документе, и мы все пойдем домой Не сдавайтесь раньше времени, коллега Должен признаться, я чертовски запутался Поэтому мне нужно, чтобы вы рассказали мне все еще раз Хорошо Тогда слушайте Удивительно, но этот робот тоже любит, когда ему читает сказки Ахм 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 Народ, мы уже у цели 99,9% Давай, давай Опа Отлично Звать тебя будет Джентльмен 3000 Я Джентльмен 3000 Скачиваю последнюю версию приложения хороших манер Точка доступа к сети не найдена Скачивание невозможно В таком случае довольствуйтесь заводскими манерами Как дела у ебанок? Что, поместишь меня в гараж к другим у ебанкам? Ебанок, ты у ебанок Сразу кремо Здравствуйте Рад тебя видеть в наших рядах А я-то как рад Просто ебанок Ну хуй ты меня сюда привел Ты что, я у ебанок Не видишь, что здесь места мало? Тебе надо бы подвинуть этого жирного у ебанка Так, все, отключить голосовую функцию Как скажешь, блядь И передавайте мне привет этим плоскохвостым крысам, что у тебя во дворе тусят А Джентльмен передает вам привет Что ж, ребят Пришло время сажать смертоносные растения Картошку, кукурузку и морковку Хорошо растет, смотрите А теперь давайте воспользуемся нашим личным методом ускоренного выращивания растений Быстро расти, мразь Готово Друзья, я проснулся ночью Слышите Что это? Что это? Кто-то здесь Кто-то Кто-то ходит по нашей территории Это какой-то большой динозавр Все, все У меня все пассивные, хорошо Чтобы паники не создавать Надо бы истинно крышу посмотреть что-то Оу, блин Нет Нет, нет, нет Это верно Сам ад пришел ко мне в дом Что делать? Ой, 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 ой Меня сломают сейчас Все, у них цель сломать меня Я понял Надо что-то придумывать Хватаем ментовку И одеваемся Кто здесь? Никого нету Кажется, ушли Уху Это был сигнал, друзья Мы должны начать готовиться вовсю Мы не можем больше медлить Необходимо действовать быстро Нам нужно сажать растение Икс Нам нужно застраивать нашу территорию Вот что готово на данный момент Если не присматриваться, то шикарно выглядит И, кстати, да Враг убил всех бобров на моей территории А вот и первая несостыковка Которую мог породить только человек с больным воображением Теперь я просто уверен, что это он украл мои древние грибы И просто не знает, как правильно их изучать В чем несостыковка? Теневые лорды убили всех бобров И остались лишь плотины Хотя ранее было установлено, что никаких плотин на территории Пауэрдреща не было Хм, действительно Ну, просто тогда было утро И у бобров был целый день на постройку плотин, да? Хорошо А вот следующий фрагмент Я решил приручить анкилозавра Потому что я прочитал, что, оказывается, из помощи них можно добывать много камня и металла А так как мне нужно этого всего очень много Я приступаю Все, упал Раптор! Нет! Нет! Как ты смеешь? Это мой! Все О, с первого выстрела Такого еще не было, чтобы с первого выстрела убивал раптора я Да Нина Чуть не сожрал моего анкилозавра беззащитного Блин, говно Все, все чисто Так, что ты жрешь лучше всего из этого? Раптор! Нет! Нет, 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 нет Лучше меня! Какой уровень? Ааа, 15-й! Тигня! Сейчас сдохнет сразу Давай, давай, раз! О, этот посильнее оказался И два! Есть! Сколько еще рапторов придет? Я пока не знаю Мне кажется, его Можеберри лучше жрет Давайте, по стариночке закрываем его Ох, ребят, это будет долгое приручение Это было очень быстро Как бы его назвать? Дуэйн Джонсон, назову его Ну, вы поняли, да? Потому что Дуэйн Джонсон скала А мы будем бить скалы Остроумное имя, на мой взгляд Заходи, это твой новый дом Хорош! Молодец! Вот этот как-то кажется, что он интеллектуальней Вот, как раз-таки, отсек для тебя сделал Сейчас, погоди, я его огорожу, чтобы ты был в безопасности Так, а внизу надо сделать было ворота Давайте удалим стену Сорян Ты не смотри, не смотри Я только учусь строить дом Иногда нужно на ходу ориентироваться Как возводить свой дом А теперь здесь полностью закупорим, да То есть будет один вход у нас всего Но помещений будет несколько Как-то так Это очень техничная щель Не задавай вопросов, понятно? Живи Так, сюда бобра поставим Костырей, давай, ты будешь стоять здесь? Давайте, если вот, в принципе, здесь поставить стенки То щель заделана Ну, как бы Сюда скорпион Да, я думаю, даже так лучше всех животных бесполезных сюда поставить А те, что добываем, поставить ближе к выходу Ну что ж, давайте проверим, как добывается металл этой штукой 52 металла за один удар? Есть, хорошо О, блин, хорошо Дуэйн Джонсон Теперь я раза в четыре буду собирать больше металла Да, стего Джентльмен, что с тобой? Сдается, мне там вам тесновато, да? Знали бы эти динозавры, что я на самом деле делаю не дом, а большую консервную банку Я напихаю туда весь сервер И буду торговать консервами из динозавров Вы почему думаете, я делаю свой дом из металла? Давай, заходи, Дуэйн Ну, что такой жирный? Кто мешает? Так, давай, ты, робот Отходи в сторону Все, 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 я застрял Почему я делаю такие неудобные дома для себя? О, он сам зашел Я правильно сделал, что поставил им следовать за мной Окей, хорошо Мне кажется, нам мешает вот эта стена Есть ее немножечко уменьшить Тогда нашим животным будет больше места Больше простора Вот как-то так Нормально? Да, кстати, смотрите, как мне приходится пробираться к своей коптильне Надо открывать и закрывать дверь в определенную сторону Иначе ты просто не пройдешь Охренеть, посмотрите, как много я всего добыл 200, 138, по 340 кусков металла в каждой печке И это только за один заход Ну что, ребят, давайте окружаем наш дом воротами Все, наконец-таки снова в безопасности Ну, в относительной Прошло до хрена времени, и посмотрите на это Я начал сезон с кустов и закончу его кустами Только менее дружелюбными Я хочу всю крышу засадить этими цветами У нас готово 600 слитков металла Мы можем создать 8 фундаментов Давай каменный пол, напряги мышцы Это, кстати, качок разрывает мускулами майку Джентльмен 3000 чувствует себя здесь гораздо лучше теперь Так, стоп, погодите, стоп Что-то не так Что с тобой? Как ты здесь оказался? Что происходит? А где? Так, раптильда здесь Два стегозавра друг в друге Вы что, в трансформер, что ли, собираетесь? А! А! Мои ворота! Мои, блин, мои ворота! Что, какого хрена? Еще! На меня была атака совершена! Так, смотрим журнал Ваши ворота были уничтожены Ваш Кастаринус Кастаринус! Нет! Почему? Блин, я не могу Я даже не заметил, что его нету среди динозавров моих Убит брокеном 317-й левел Гигантозавр Шэдоу Лордс Так вот как ты здесь оказался Над тобой измывались, да? Даже не знаю, как его вытащить отсюда теперь Только разрушать свой дом, видимо Блин, вот сволочи Причем они даже не приходят поговорить со мной Гребаные Шэдоу Лорды Все, ты выбрался, ты свободен Я думаю, пора прокачивать урон динозаврам Как-то мои растения Икс поживают Еще немножко я приведу в исполнение свой план Ну, а тут что не так? Пауэр Дрыщ ставит металлический фундамент Кастаринус на месте И через секунду на дом уже напали И Кастаринус мертв Ну, разве не бред, которого Свет еще не видывал? Чушь отмороженного полудурка Ну, может быть, это было в промежутке Мы не до конца проанализировали все улики Да все дело в том, что он, кем бы он там ни был, явно сумасшедший И точно не окончил физико-юридический факультет И пытается делать какие-то там выводы Мы прекрасно видим по состоянию арбалета И по количеству стрел Что между этими двумя случаями был некий промежуток Возможно, тогда и произошла атака Хорошо А что насчет этого? Давайте посмотрим, как там мои растенницы поживают Здорово, динозаврики, как вы же... Нет, а нас напали опять Почему они не убивают моих динозавров? Что они делают? Если не хотят послание оставить, то не могу... Табличку бы, не знаю, какую-нибудь написали Просто, блин, все разнесли Твою мать Я просто охренею, что... Просто часы моих трудов вот так вот уничтожаются Мне бы было жалко поступать так с другими племенами, честно Окей, на самом деле они сделали настолько сильнее Ставим металлические ворота Вот с этим им будет сложнее справиться Заметьте, что они повыносили только все каменное Против металла они не будут идти, им будет невыгодно И к тому же, посмотрите на меня Разве похоже, что у меня есть С-4? Оу, джентльмен 3000, ты произвел органическую какашку? Она развивается! Что ж, поскольку они убили нашего бобра Приходится добывать дерево по старинке Ворую у других бобров! Тем временем, наш огород пополняется все новыми единицами смертоносных растений Я надеюсь, что они сработают так, как я надеюсь Надеюсь Ну что ж, посмотрим, как делишки У-ху-ху И все больше Я думаю, больше нет смысла ждать Пора освобождать наши растения Теперь вы поняли, что я хотел сделать? Почему я делал растения в доме? Все потому, что я не хотел, чтобы шэдоу-лорды их обнаружили раньше времени Вот теперь, как мне кажется, как я надеюсь Что им будет очень трудно подлететь к моему дому Потому что они будут стрелять с крыши Во все летающее дерьмо, что прилетит ко мне Разрушаем стены Пожалуйста, скажите мне, что это сработает Скажите мне, что ко мне больше не смогут подлететь Вот оно Лес чудес Смертельных чудес, конечно же Да Я думаю, теперь вообще сложно будет подойти к моему дому Надеюсь, работает Прошла ночь Наступило утро Смотрим, нападали ли на меня или нет Кажется, пока все окей После тех двух атак я каждый раз просыпаюсь в этой игре со стрёмом жутким Так, мы динозавры живы, все нормально Ааа, нет Было нападение Опять нападение Нет Как-то мои растения Нет, нет, нет Их все нахер Мои растения вообще никакого сопротивления не оказали Им просто Просто забили Их просто вырезали Как? Убили раптильду Митранер Шэдоу лорды Я так этого не оставлю Зря не думать, что это пройдет просто так Ведь я подготовил для них месть Теневые лорды Скорее Теневые какашки Ну в английском это созвучно Где мои грязные крысы? Я их грохну, я их грохну в тех Мои динозавры живы Мои печки есть Все работает Все функционирует Они сделали нас только сильнее Тем временем мы с Лемуром пытаемся решить одну проблемку Тут заспавнился гигантозавр И от него надо бы избавиться Он будет нам очень сильно мешать Я не уверен, но попробуем его грохнуть Я думаю с горы будет безопаснее стрелять Олень, доложи обстановку Сегодня я поел травку на поляне Потом я забрался на гору И продолжил наблюдение За травкой на горе Потом я ее скушил Было очень вкусно Лемур, ты забралась? Все, давай Думаю, мы сможем его грохнуть Смотрите, а он умнее, чем кажется Он пытается обойти Блин, если он сейчас еще чуть дальше пройдет правее А то он сможет забраться О, он, блин, уже пытается это сделать О Лемур, я советую тебе быть аккуратней Куда ты пошел, блин? К моему дому Не сметь! Он согрелся? Бегом Давай, давай, давай Наверх, наверх, наверх Ой, 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 ну что, близко Нет, ты не успеешь Я вообще не успею Скорее наверх Быстрее! Быстрее, 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 быстрее Давай, 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 давай А, фак Ладно, ничего, ничего страшного Возвращаемся за нашим барахлом Так, где эта тварь? Вон он бегает Сдохни! Он бегает то по поляне То, в общем, короче, он очень хитрожопый У меня появилась светлая мысль Как и всегда Видите, это долина внизу? Прямо как из мультика Земля до начала времени, да? Короче, есть мысль Сагрить этого динозавра Прямо в ту долину Чтобы он упал Че ж ты не бежишь за мной? Ой-ой-ой, игрок! Иди он, вот он Че ты делаешь? Ты зачем кастеридоса поднял? Он, кажется, не агрессивен ко мне Он по-любому меня видел Че он там летает? Че ему нужно? Окей, можно расслабиться Смотрите, он бобра этого трясет, как маракас Ладно, не отвлекаемся Гигантозавр, ну-ка, беги за мной Как вы видите, я уже пытаюсь всю ночь его выманить Никак не могу Все, он бежит за мной Давай, есть! Это шанс! Давай прыжок! А! Блин! Не успел Погодите Кажется, он выпал Кажется, он выпал Бегом, 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 бегом Посмотрим Кастеридос, как дела? Он тряс меня в воздухе Мне плевать! Мне не волнуют твои проблемы У меня своих проблем полно Вот мой труп Он даже его не сожрал Потому что он упал Есть! Все, одной проблемы меньше Молодец я Ух, все, бежим домой Я хоть и хорошенько задел свой дом металлом Но все равно он еще достаточно надежен Вы были убиты Сакрисом Я съем ваш дом 262-й левел Артропульплюера Шэдоу Лордс Я был убит? Чтобы вы понимали, я проснулся После того, как вышел из игры на некоторое время Вернуться на кровать Кровать на месте, окей, это хорошо Это хороший признак Но я был убит Это не очень хороший признак Мои динозавры! Где мои динозавры? Где мои стены? Где мой второй этаж? Где мои грядки? Я не могу Это конец Что мне сказать? Что мне делать? Как мне реагировать? И вот я снова должен сказать, что я не сдамся Снова сказать, что я добьюсь своей цели Снова сказать, что меня не сломить Нет Всему есть предел Всему есть Предел Вам есть что дополнить? Нет Простите Мне нужно сходить за лупой своей Что ж В таком случае я удаляюсь на совещание Для принятия решения Не расстраивайтесь Может оно и к лучшему Знаешь Я прекрасно понимаю тебя О чем вы? Ты еще молод И требуешь железных фактов И простых ответов Но ты упускаешь самое главное Дело в том, что Все великие открытия Начинались с безумных теорий Которые рождались в фантазиях чудаков Я Я никогда ни в чем не был уверен Я просто Верил в свою мечту Мечту в то Что когда-то существовал Великий герой Способный на невероятные подвиги Готовый Несмотря ни на что Подняться с колен Что бы ни случилось Миру нужны такие герои И для меня Поиск таких историй Стоил любых Самых отчаянных усилий И мне казалось Мы были так близки Именно мечта Направляла наши раскопки Согласись Без нее Мы бы просто Перекладывали песок С места на место Хотя Может быть он Кто бы он ни был Прав Теневые лорды Действительно победили А Пауэрдрыщ Никакой вовсе не великий Думаю они уже вынесли решение И на этом мы с вами закончим этот эпизод Арк Сувайвл и Волфт А вместе с ним И весь второй сезон Что вы об этом думаете Как Как оно вам Как вам эта суровая реальность Ведь Выпуски по Арк Чтобы вы не думали Это не постановка Я играю И получаю то что получаю Другое дело Что я стараюсь Смонтировать это И складывать в историю Таким образом Чтобы усиливать эффект И чтобы вы Прочувствовали Через мою призму Увидели Игру так как вижу ее я Я надеюсь что вы заинтригованы И вы будете ждать Третий сезон Арка И опять же Его выход зависит Именно от вас От вашей реакции От того насколько Ну вы будете хотеть Короче его увидите Потому что я его еще не записывал Я решил просто Посвятить себя полностью Завершению этого сезона Как бы поставить Некую точку С запятой И со знаком вопроса Чтобы потом Со свежей головой Продолжить дальше Записывать Если ну вот Вы будете Требовать эту историю От меня дальше Знаете Поскольку это последнее видео В этом году И я так много всего Хотел вам сказать Я не знаю Может быть я еще успею Может быть успеем Может быть и нет Записать просто разговорное видео Предновогоднее Где попытаюсь Высказать все мысли Которые у меня есть Относительно Арк Относительно вообще всего Просто И мои мозги Сейчас немного бурлят Из-за того что они пытаются Все вложить в эту прощалку Но я думаю что Не стоит Перенасыщать ее Я просто хочу вам сказать Большое спасибо Спасибо что были со мной Вообще В целом Так долго И то что были со мной В этом приключении По Арку Это был прикольный сезон Он был совсем другим В отличии от предыдущих видео В этом году Вышло 11 эпизодов Ну получается Весь сезон состоял из 11 эпизодов Которые были абсолютно другими По настроению По ощущению По По подходу Моему к записи Нежели предыдущие видео По Арк Которые были по сути Классическими летсплеями И Мне было очень приятно Видеть на то что Реакция на эти Новые обновленные серии Была гораздо более Насыщенной Нежели чем предыдущие эпизоды И просто мне очень приятно Что вы цените мой труд По настоящему И я вижу это с каждым видосом Особенно Видео Которые я по настоящему Прямо вкладываю Всего себя Где я трачу Очень много времени На производство И мне это очень приятно И это мотивирует Делать еще что-то такое А теперь Небольшое превращение А блин Черт Как я и сказал друзья Я не знаю Успели ли я записать Разговорное видео Под конец этого года Будем считать Что этот эпизод Последний В 2019 году Я хотел бы воспользоваться Этим моментом Чтобы поздравить вас Всех с наступающим Новым годом Я надеюсь что Этот был год для вас Хороший А если и не очень То следующий Уж точно будет хорошим Для меня лично Этот год Был чертовски трудным В эмоциональном плане Очень много всего Изменилось С моей жизнью В моей голове Изменилось Очень много всего И я Из-за всего того Что я делаю Вот на своем канале Я не успеваю Толком нормально Обдумать Все что Все чем Не знаю как сказать Короче Из-за того что Я очень плотно Занимаюсь Каналом Занимаюсь Другими проектами Сторонними Которые с Максом Мы там снимаем И так далее У меня нет времени Просто посидеть Тормознуть Так сказать И подумать Над тем что Вообще происходит Со мной В моей жизни И я решил что Сейчас я возьму Перерыв на Целый месяц То есть В январе Роликов не будет Я не буду даже Появляться в соцсетях Ни в каких Я хочу полностью Отключиться Отдохнуть И еще раз Понять Что я такое Восстановить Энергию Потому что Ее нету За 5 лет Непрерывной Практически Непрерывной Работы За исключением Даже если Когда я уезжал В отпуска Вот в эти 5 лет Я все время Выкладывал видео Оттуда Что-то Демонтировал Что-то делал И все постоянно Был включен По работе Все равно И мой мозг Никогда По-настоящему Не отдыхал И это Это не может Не сказаться Тем более Когда мой канал Это я У меня нету Огромной команды Людей У меня есть брат Который помогает Мне с монтажом И То есть Все равно Львиная доля Всего что происходит Видео Всегда выкладываю Я превьюшки Делаю я Все эти настройки Короче Куча всего Мониторинг Продумывание того Что я буду делать дальше Все это делаю я Никто больше Мне не помогает И это За 5 лет Такой работы Ты просто Перестаешь быть собой Я вот чувствую Что я больше Не я Как будто бы А Дед Мороз И не поймите меня неправильно Я до сих пор Очень люблю свою работу И даже Назвал бы это работой Но Будем считать Что это так Потому что Это все что я делаю Я очень это люблю Но я очень От этого устал Просто по-человечески Устал И поэтому В январе Меня не будет И надеюсь Что вы отнесетесь С пониманием Хотя и я могу Понять вас прекрасно Если будете недовольны Потому что Когда ты идешь в ресторан Ты хочешь покушать еду А не слушать истории жизни Шеф-повара Правильно И я прекрасно это понимаю Поэтому Ничего не имею против Если вы взбеситесь И вообще Навсегда Покинете вы канал И так далее Но я устал И ничего с этим поделать нельзя Все что можно сделать Это немного Дать себе перерыв По-настоящему Большой перерыв Поэтому Все кто будет меня ждать В феврале До встречи Желаю всем Кто смотрит меня сейчас И всем Кто когда-либо смотрел Прекрасного Новогоднего настроения Прекрасных Новогодних выходных Всем вам Огромного здоровья Всем вам счастья В следующем году Всех вас Обожаю Люблю Целую Обнимаю И увидимся с вами Через месяц Получается Может быть плюс-минус Несколько дней Зависит от Многих факторов Уже Короче Посмотрим Я точно вернусь В каком виде я вернусь Вот это мне самому интересно Ну а на этом мы с вами прощаемся Это был Ark Survival Vault Это был Юджин Огромное всем спасибо Обожаю вас всех Люблю Целую И не могу Дождаться следующего года Чтобы посмотреть Что будет там Потому что каждый год Это просто огромное количество сюрпризов Хороших Плохих Но тем не менее Это всегда интригует Это всегда прям по-настоящему Не знаю Зажигает во мне искру Что блин Что же там будет еще Дальше в моей жизни И вообще в жизни Этого мира В котором мы с вами находимся Этого хаотичного мира Огромное всем спасибо еще раз С вами был Юджин И всем Новогодняя петюля Вы готовы? Раз, два, три И пять Итак, выслушав ваши показания Нами было принято решение Раскопки закрыть Есть Домик? Я иду Но благодаря вашему коллеге А? Некоторые несостыковки прояснились Благодаря Мне? Да Вы большой молодец Несмотря на то, что ваш руководитель зашел в тупик Вы сумели все разложить по полочкам Нет, нет Я не пытался Я просто Он просто меня втянул в эту демагогию Мой коллега любит сочинять смешные слова Принимая во внимание все вышеизложенное Совет постановил раскопки Возобновить Что? Нет Вы слышали-то, коллега У нас есть шанс найти новые улики Возможно, история Пауэр-дрыща не закончена И все благодаря вам Пожалуйста, а можно без меня? Ваш контракт действует до окончания раскопок Ведь нет времени Вперед За новыми открытиями Ради Пауэр-дрыща Ради Финансирования Редактор субтитров А.Семкин